Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у ДНК самый энергичный ведущий Авторадио, друг бренда и, как он сам попросил себя называть, солнцеподобный, Денис Курочкин. Ну что ж, у нас только что прошла с тобой фотосессия. Расскажи, как твои впечатления? Как был бревном, так и остался. Ничего нового в своей жизни не появилось. Единственное, что я увидел очень крутые новые вещи, которые у меня еще пока есть. Джинсы, футболки, вот это особенно, диги-диги-дон-дон. Вот, я в ней сейчас убегу. Потому что здесь одни девчата, я надеюсь, они не догонят. Я не понимаю, почему мы раньше этого не делали? Не подумал ли ты после этой фотосессии начать модельную карьеру? Да нет, конечно. Какую роль в твоей жизни играет стиль? Стиль? Ой, слушай, для меня больше, наверное, играет комфорт. Вот если тебе комфортно в чем-то, удобно, вообще, не важно, как ты говоришь. Ну, в случае с ДНК, как бы и комфортно, и стильно, и доступно. Поэтому, мне кажется, это симбиоз того, что нужно. Кстати, об этом. Мы часто видим тебя в видео эфирах в поддержке ДНК. Естественно. Скажи, пожалуйста, коллеги интересуются вступить эти образы? Коллеги уже, если бы была, знаешь, возможность вот прямо в открытую показать жабу, которая их душит, она бы их уже задушила. Слушай, у меня, коллеги, во-первых, много кто получил в качестве подарка от девчата, от вас, от ДНК, вообще какие-то вещи до сих пор они ходят в них, застирали уже до дыру, потому что невозможно из них вылезти. Что касается остальных, как у меня боевая куртка, Роскосмос, ну, мне кажется, у нас в офисе сколько там, 300 человек, на районе сколько-то человек, все померили. Единственное, что я вам еще скажу, что я впервые, когда еду в метро, ну, я бы постеснялся, люди не стесняются подходить, спрашивают, типа, а где ты, я сейчас клянусь на полном серьезе говорю, типа, а где ты купил? Я помню, у вас была коллекция Back to School зеленый, вот этот бомбер, я ехал визу делать, тогда еще было это можно, вот, и ко мне подошло три человека, испанцы в том числе, спрашивали, где купил, фотографировали. То есть, вот эти вещи, они очень сильно привлекают внимание, конечно. Когда ты видишь, что на тебя обращают внимание, вот, именно у нас, я очень туплю, я вообще не знаю, как ты тупил. Почему-то нервно начинаю искать все ваши аккаунты, чтобы объяснить, потому что я говорю, ТНК, что за ТНК, чья фирма? Я говорю, наша ростовская, типа, покажи, я говорю, ну, у меня есть скриншот, если мы сейчас телефон потом возьмем, где ваши аккаунты, просто я еще недавно это просил, полностью, когда телеграмм и так далее, я показываю. Ну, то есть, на полном серьезе, я даже, по-моему, девочкам о неволе в свое время, в начале, когда мы только начали общаться, и когда у меня кто-то что-то спрашивал, я даже отправлял. Я говорю, какое количество людей, мне видишь, что было бы, где я это сделал. Это взлакон. Ты много путешествует по стране, скажи, пожалуйста, вернее, назови топ-5 вещей, которые обязательно должны быть в чемодане ведущих. Слушайте, я не за зарядки, а именно из вещей, значит, что вот это, даже сейчас я взял, я взял, значит, две футболки, я взял туфли, я взял две кофты, одна из которых ДНК, и я, к сожалению, ее уделал. Научитесь правильно открывать сок, ребята, особенно, когда вы в белом, но так вот не надо на себя делать. Опять же, смотря на сколько дней мы едем, день-два, значит, две кофты, две футболки, сто процентов, пара трусиков свежих, настольки, шапочка и, соответственно, тысяча зарядок. И что-то из-за этого обязательно должно быть ДНК. Если я тебе покажу чемодан, у меня там не ДНК, только джинсы и футболка, все остальное, вы со мной по стране путешествуете. Скажи, пожалуйста, а вот вообще в гардеробе какая у тебя самая любимая вещь, из которой ты не вылазишь просто? Куртка, хотя у меня очень много курток, но в космосе она прям, прям самое сердечко. Штаны, которые появились у меня, тоже от ДНК, они, я в них, кстати, пришел. Белая кофта, которую я уделал, и теперь я очень сильно страдаю, потому что в вашей коллекции ее больше нет, а я такой не сошью заново. По-моему, перед свое время я очень сильно не мог вообще вылезти из пальто зеленого цвета, не мог из него вылезти, оно было классно. Ко мне, правда, подходили, спрашивали тоже, где ее взял, но тут я уже не явился. Насколько я знаю, у тебя растет дочка, и, как правило, стилем девочек занимается мама. Ну вот скажи, ты сам делаешь какой-то вклад? Да, постоянно. То есть, если мы что-то выбираем, ну, и если у меня выпадает возможность как-то подействовать и скорректировать, то я, ну, например, зимний какой-то комбинезон выберем этот, и я говорю, мне вот этот может нравиться. Почему? Ну, потому что это достаточно другой некрасивый. Мы занимаемся больше с Евой кричосочками. Я прям больной, по-другому, если делаем всевозможные укладки, я даже, мне пришлось купить такой дороговатый немножечко фен. Да, я еще успел. Вот, соответственно, мы каждый раз, что-то... Я ждал, когда у нее волосы уже на 300 растет. Я хочу сейчас, если честно, я не знаю, поможет ли это или нет, записаться на курсы вот этой всей истории, связанной с косичками, потому что, ну, мы с дочкой прямо анализовая подружка, поэтому я всегда вместе с ней тусуюсь. Касательно одежды, ну, тут большая проблема в том, что, я не знаю, размеры, они каждый день меняются. Вот, но... Ну, еще и дед. Батя мой тоже. Мы вот больше ее чаще одеваем. Есть у нее звезда. Это ее любимая вещь, особенно, когда еще есть юбочка черная, потому что в диск сад приходит. Ну, там, как бы, пожалуйста, крутите, аплодируйте. Есть, я потом... У меня есть даже видео в запрещенных соцсетях в прошлом, где я, там, даже кому-то интервью там пыталась задавать. Это очень классная вещь для детей, на самом деле, особенно в диск сад. Фирменная фраза нашего бренда, потому что мне муж. Мы знаем, что ты тоже ее руководствуешься. Вы видели. Да, черт. А скажи, есть ли у тебя своя какая-то фирменная мотивирующая фраза, и мог бы ты поделиться с нашими подписчиками? Вообще нет у меня таких. Честно. Вот если была бы, вообще, ну, не жалко. Ну, а какой-нибудь принцип жизненный, который тебя заставляет двигаться вперед? Как или молодец, и говорит. Хочешь не мешать, не мешай. На самом деле, видите, все ипотеки, ребята. Одну, две, три. Такой стимул будет. Работает, сразу будете просыпаться с вырубкой в лице. Ну, на самом деле, у меня нет, честно. Вот я даже не хочу никого обманывать и придумывать. Просто берешь, делаешь свое дело, и если будешь делать его с удовольствием, соответственно, будешь получать платы от Твитчера. Все самое классное получается, когда все происходит лучше. Вот девочки, если бы не любили свою работу, вот таких классных вещей бы не было. Большое видео спасибо. Давай. Спасибо. Друзья, с нами был Денис Урочкин. Спитально для ДНК Раш.